А стихийные свалки рядом с селом Бубуеч, которая стихийно образовалась за городом в результате скандала с ценцеренами, знают, пожалуй, все. Мало кому известно, что этот район уже стал криминальным. Подойти к свалке ближе, чем на 100 метров, нельзя. Это место изобилуют жителями с криминальным прошлым, наркоманами и людьми без определенного места жительства. Они здесь живут. Здесь же и ночуют под колесами мусороуборочных машин. Здесь же и питаются. Нашему оператору удалось запечатлеть на камеру всего несколько минут их жизни. Затем на него набросились с кулаками. Местные жители не раз обращались в мэрию с просьбой решить эту проблему. Не раз просили найти альтернативу. Ответы на вопрос, что делать с новым криминальным поселком за городом, чиновники дают одинаковые. Сейчас узнаю. Не могу сказать, честно. Сейчас узнаю и перезвоните вам уже, пожалуйста. Конечно, против этой свалки. Я знаю про эту свалку тоже, потому что у нас в Максимовке дача. И мы иногда едем через верх с Кишинева и через Бабуечи по полю. Конечно, против. Ну как, и люди, живущие там, зачем им дышать этим всем? Это надо как-то организовать. И бомжи там. Ну что это за нашлежки там? Против. Для людей надо создавать условия цивилизованные. Мы стремимся в Европу. Мы хотим жить хорошо. И поэтому дышать всеми отходами и жить с ними рядом – это просто страшно, на мой взгляд. Работа нужна. И никто не будет уезжать, и все будет хорошо. 26 марта этого года Дарин Киртуака лично заявлял, что скоро все столичные отходы будут опять направлять в Цинцарены. Это, по всей видимости, единственная альтернатива, которую он смог выдвинуть. А пока мусор возят туда-сюда, от Цинцарен в Бабуеч, от Бабуеч Цинцарены страдают люди. Ведь по статистике больше всего подвержены раковым заболеваниям именно те жильцы, дома которых находятся рядом со стихийными свалками.